итак друзья всем снова привет приветствовать на канале ежмота с того бока сегодня хотел с вами поговорить о таких вещах второстепенных можно сказать но тоже очень значимых для мотоциклов как электроника всякая разнообразная данный прибор который вы видите перед вами я собирал самостоятельно по несложной схеме в принципе это трансформаторный регулируемый блок питания где можно регулировать отдельно выходной ток и напряжение здесь такая панелька собрана корпус я брал практически готовый который у меня был ну проще чтобы не сильно много тратить времени у меня вот было шасси самого корпуса и передняя панель все остальное я сделал сам но остальное имеется ввиду боковой крышки верхняя часть этот вентилятор тут как он выглядит значит здесь не только реализовано блок питания регулируемый до лабораторный но и также сделано автоматическое зарядное устройство которое отключается само по истечении зарядки то есть как только напряжение у нас на аккумуляторе приобретает необходимого значения зарядное устройство здесь монтированное оно отключает автоматический аккумулятор от зарядки то есть вы можете поставить там где-то на дачу эти шашлыки делать и все не волноваться о том что там аккумулятор выкипит или его как-то контролировать нужно то есть вот здесь есть переключатель у меня верхнее положение зарядка аккумуляторов нижнее положение это просто лабораторный блок питания таким образом реализован то есть две независимых ну и соответственно два клеммника я сделал выводных чтобы были независимы здесь регулировка у нас идет напряжение выходного здесь мы выставляем силу тока потенциометр у меня стоит ребят собирал из того что было поэтому так вот сумбурная панель получилась в принципе я его на выставку не хотел и обзоры на него делать но пока возможности ехать у меня в гараж по мотоциклу нет я хотел показать вот такие вот вещи потому что радиотехника это тоже мое хобби очень такое нравится мне дело занимаюсь я радиотехникой с третьего класса школы то есть в третьем классе в начале там года я начал заниматься радиотехникой мне очень понравилось это дело и я занимаюсь по сей день кнопка пуска то есть как работает эта система мы включаем зарядник подключаем на клеммы аккумулятор аккумулятор может быть до 90 ампер часов вот подключили нажали кнопочку пуска и все у нас пошел заряд здесь вот светодиод зеленый я установил как только аккумулятор заряется светодиод загорит и показывает что аккумулятор полностью заряжен там еще один потенциометр спрятан это на нем выставляется порог отключения при каком напряжении отключится зарядное устройство вот ну что еще сказать здесь есть вентилятор который принудительно можно включать не помню вот этим тумблером то ли этим давно не работал так принципе все могу боковую крышку еще открыть показать вам внутрянку как там реализовано задняя панель здесь также стандартно сделан то есть здесь мы подключаем питание 220 этика колодки просто продублированы ну то есть можно подключить сюда такой вот провод с таким разъемом и на нем на выходе тоже будет 220 вольт чтобы как бы не занимать колодку делался он по принципу из того что есть еще раз говорю поэтому схемы на и простейшие то есть ничего серьезно собирал сперва на микросхемах на транзисторах на старых но корпус ограничено у меня поэтому пришлось брать готовый готовый плату сейчас разберем я вам покажу как все это работает подключил я в сеть здесь вот сразу загорается дежурный светодиод говорящий о том что подключено напряжение дальше давайте внутренности вам покажу что здесь я особо не старался я говорю на выставку я его носить не собирался трансформатор значит я перематывал его мощность 1 киловатт ну перемотан там соответственно проводом определенного сечения сейчас уже не помню это дело несколько лет назад диодный мост здесь общая мощность до 50 ампер может выдавать плюсом я установил радиатор чтобы наверняка все это с запасом был мощности и вот плата управления который управляет выходным напряжением и током она может выдавать если не ошибаюсь до 30 ампер но значит на передней панели вот здесь у меня до стоит индикатор вольт-амперный он с шунтом и вот шунт у него всего лишь на 10 ампер поэтому он ограничивает у меня сейчас мощность сам блок в общем лабораторный он может выдавать получается до 30 ампер в долговременной работе но вот из-за этого шунта то есть там шунт на 10 ампер долговременно может как 10 ампер заменив вот этот вот на лицевой панели китайские китайское чудо на советское например там определено чем поставить миллиампер метр например датчик то можно но мне не надо мне 10 ампер вполне хватает его собрал здесь на работе от ничего делать под ногами валялись детальюшки это вот управление чтоб светодиод горел видите да один конденсатор идиот всего лишь и светодиод постоянно работе переменки там вот еще одна спрятана на радиаторе управление но очень мало пространства было поэтому вот так вот сумбурно провода напаяны там вот реле автомобильные это для зарядки который автоматическое здесь вот еще одну реле спрятана пусковой так ну что вот у нас подключен в розетку создавать нужны да ну вот надо нагрузку подключать чтобы можно было амперы показывал он правильно и вольт и ну вот видно до 15 выход у него по моему до 36 вольт я делал ну да тут 35 но без нагрузки с нагрузку дать то будет ампер показать вот это вольт и регулируем здесь мой выходной ток регулируем соответственно до 10 ампер я могу регулировать то есть до 30 но поняли да вот это вниз включение потом вот это у нас вентилятор вентилятор работает не помню по моему не на полной мощности я сделал чтоб шум снизить так вот этот это для зарядки там что-то я делал не помню вообще подключено или нет посмотрим да подключен куда идет не обижайтесь вот можем померить выходное напряжение ну поставим например что давайте вот заряд аккумулятора нам надо где-то около 16 вольт чтоб был да попробую еще стоечную стоит вот видно да здесь 16 тут 16 ампера я говорю не показывать хотите сейчас конечно накину на огрузку и мы посмотрим сколько ампер амперия и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот получилось чудо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzок У меня дома есть просто зарядное устройство оно легче по весу там у неё есть потом другие функции то есть на том зарядном устройстве реализованная функция десальфатации аккумуляторов ну будет желание у вас можете писать в комментариях я покажу его все на этом пока все друзья спасибо всем кто смотрел меня подписывайтесь на мой канал всем буду рад пишите комментарии свои вопросы пока все всех благ и берегите себя